Вот такое сочное видео пишет Xiaomi Mi 11 Ultra И с цветом, и с динамическим диапазоном, и с детализацией здесь полный порядок Мы можем снимать даже контровой свет и все здесь на своих местах А вот эту контрастную картинку выдает Xperia XZ Premium Если с цветом и деталью здесь еще можно сказать порядок, то по динамическому диапазону это полный провал Эту сцену старичок вообще не тянет Но достаточно сделать всего лишь пару жестов руками И вот эта отвратительная картинка превращается в нормальную картинку, у которых и с динамическим диапазоном полный порядок Еще и цвет, и деталь куда лучше, да и звук тоже чище Никакой магии здесь на самом деле нет Если у вас старый флагманский смартфон, вы можете получить картинку не хуже Даже на Xperia XZ Premium 2017 года И тем более, если у вас какой-нибудь свежий среднебюджетный Android смартфон Вы можете получать прекрасного качества картинку при помощи приложения Mac Pro 24 FPS Нихао, камрады! Вы на канале Марк Викторсон Когда-нибудь вы узнаете, почему Викторсон, а не Викторович? А в этом ролике я вам расскажу, как извлечь максимум качества из сенсора камеры вашего смартфона на Android Если вы владелец айфона, не расстраивайтесь Возможно, к концу этого ролика вы захотите купить себе флагманский Android смартфон Потому что только на Android смартфонах возможны те уникальные фишки, о которых я вам сейчас и расскажу Чтобы получить хорошую картинку, вам нет необходимости изучать все настройки этого приложения Достаточно абсолютного минимума Сейчас я вам покажу самые ключевые пункты, по которым вы должны пробежаться, чтобы взять в руки ваш смартфон и побежать снимать кино Итак, первым делом попав в приложение, нужно проверить, какие модули камер у нас доступны Нажимаем сюда, попадаем в список камер Чем ниже число, тем шире угол 14 мм вот у нас сверхширокоугольная камера 24 мм это основной объектив, картинка есть, хорошо 47 мм телеобъектив, картинка есть, хорошо Даже есть возможность снимать на фронтальную камеру Переключаемся сюда, даже подписано Фронтальная камера, картинка есть, здорово А теперь обратите внимание, при переключении между разными модулями камер у вас может изменяться количество элементов управления в правой части экрана Здесь у нас нет настроек автофокусировки Не потому что приложение не поддерживает, а потому что на этом модуле камеры физически нельзя изменять настройки фокусировки Их там просто нет, поэтому не пишите, если у вас что-то не работает в Play Market негативные отзывы Скорее всего, ваш телефон это просто не поддерживает Переключаемся обратно на основной модуль и смотрим Настройки фокусировки есть Значит они там физически есть и поэтому они доступны приложению Это у нас А автоматическая фокусировка Это у нас иконка пальца Зелененький квадратик, значит фокусировка успешная Если квадратик оранжевый, вам нужно пытаться, пока он не позеленеет М это ручная фокусировка При помощи этого вот колеса можно регулировать фокусировку И это цифровой кропа зум Пользоваться им рекомендую только в самом крайнем случае Теперь смотрим на настройки экспозиции При помощи вот этого вот плюсика мы делаем картинку светлее При помощи минуса мы делаем картинку темнее Но иногда в некоторых ситуациях, особенно в условиях низкого освещения Вам придется освоить ручные настройки экспозиции Потому что, чтобы снимать с максимальным качеством, вам придется держать ISO настолько низким, насколько это возможно Нажимаем на M и попадаем сюда Здесь при помощи колеса вы можете изменять ISO очень плавным образом При помощи вот этих инструментов вы можете укорачивать выдержку и удлинять ее Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу Если вы снимаете там, где искусственный свет мерцает Допустим, в Европе частота мерцания искусственного света 50 Гц Потому что переменный ток 50 Гц В Америке это 60 Гц Существует вот такой инструмент Нажимаем на стрелочку вправо И теперь выдержка регулируется с шагом в одну 50-ую, либо в одну 60-ую И вы сможете настроить выдержку так, чтобы не было видно мерцания И перед тем, как мы нырнем в настройки самого приложения И начнем настраивать видеосъемку Вам необходимо освоить один простой инструмент Это счетчик выпавших кадров Если вы сделали неправильные настройки Телефон просто не будет успевать складывать кадры в видео В том количестве, в котором необходимо Допустим, у вас 4К30 Если счетчик растет, значит, что телефон складывает меньше 30 кадров В секунду И у вас будет расти счетчик выпавших кадров Поэтому обязательно после применения каких-то настроек Записывайте видео и смотрите Если оно у вас пишется дольше минуты без выпавших кадров Значит, все в порядке Если вы начали записывать В начале там 1-2 кадра выпало, это нормально Но если у вас стремительно счетчик начинает расти Значит, вы сделали неправильные настройки Итак, с интерфейсом разобрались Теперь полезем в настройки Я вам покажу только самые главные пункты, которые вам необходимо изменить Во всем остальном вы сможете разобраться самостоятельно Когда начнете снимать шедевры и монтировать их Итак, поехали Нажимаем шестеренку, попадаем сюда Первый пункт пропускать через GPU Что такое GPU? Оно как видеокарта в компьютере Если вы отключаете этот пункт, у вас пропадают некоторые такие моменты Как, например, гистограмма Без гистограммы будет сложно ориентироваться Поэтому желательно ее держать включенным Но если у вас смартфон слабый Выбирайте выключить во время видеозаписи, чтобы не нагревать ваш смартфон попусту А то начнут выпадать кадры Все остальное пропускаем Пропускаем здесь гистограмму Можно включить либо RGB по цветам, либо яркостную Пропускаем, пропускаем, пропускаем Фокус пикинг Очень классная штука Позволяет вам, если вы снимаете что-то с небольшого расстояния Там метр, два Необходимо использовать фокус пикинг Чтобы вы видели, насколько у вас правильно резкость наводится Вот сейчас я вам продемонстрирую Когда мы регулируем фокус Он у нас вот таким образом показывает На каком объекте у нас максимум резкости Не всегда в этом можно разобраться Но вы с небольшим опытом хорошо начнете в этом ориентироваться Идем дальше Сила фокус пикинга Можно больше, меньше Дальше пропускаем Безопасная область Если вы хотите потом это видео экспортировать Допустим, 21 к 9 Необходимо соответствующую сетку задать Я использую сетку 3 на 3 Дальше индикатор уровня звука Естественно, очень важный пункт Остановить по Вот эта вот кнопочка Она начинает либо останавливать запись Вы можете настроить так, чтобы при удержании Либо двойном тапу прекращалась видеосъемка Чтобы нечаянно задев, не остановить съемку Под себя настраивать автоматическая блокировка Баланса белого и экспозиции На мой взгляд, это очень важный пункт Если вы хотите получать сколько-либо профессионально Выглядящее видео Я всегда блокирую во время записи То есть, чтобы во время одного у меня кадра Не изменялся баланс белого или экспозиция Если вы снимаете не совсем профессиональное видео То можно использовать только во время видеозаписи Либо вообще не включать Но я рекомендую вам начать привыкать К тому, что вы снимаете серьезное видео Если вы снимаете очень серьезный проект Тогда имеет смысл выставить автоматическую блокировку баланса белого Один раз и навсегда То есть, при запуске вашего приложения Как вы начали снимать Оно выставляет баланс белого И до конца проекта у вас будут вот такие настройки Это очень важно, чтобы вам потом на монтаже Не приходилось тратить время Сводя разные кусочки между собой по цвету Идем дальше Максимальное приближение Все это так, в принципе, понятно Положение верхнего блока Это так можно разобраться, в принципе Индикаторы Вот это вот индикаторы, которые вы можете себе вывести Я практически все индикаторы вывожу Чтобы видеть, что я делаю Следующий пункт Это куда сохранять И на какие куски бить файлы Бывает такое, что вы снимаете сплошняком, допустим, на 20 гигабайт какой-то видос И, допустим, в этом файле какая-то ошибка Он перекинулся плохо Или у вас на флешке какие-то проблемы И весь кусок потерялся Поэтому иногда имеет смысл бить на маленькие куски И потом их склеивать В любом случае настройки для этого есть Также запись с перекрытием Если вы записываете на много маленьких кусочков Вы можете добавлять несколько кадров в стыки Чтобы потом иметь возможность, допустим, вот это перекрытие не испортить Потому что бывает, если у вас плохая флешка Могут потеряться кадры в стыках Идем дальше Здесь у нас ориентация экрана Яркость экрана я предпочитаю делать системную Чтобы у меня попустой экран не горел на максимальную яркость И дальше, в принципе, все понятно Можно сохранить настройки, выгрузить их Либо сбросить Идем дальше в настройки видеозаписи И это тоже очень важный блок В котором следует разобраться Нажимаем на видеокамеру Попадаем сюда И первым делом нужно выбрать Кадры в секунду и разрешение И не думайте, что вы кого-то обхитрили Если выбрали самые большие числа Вам потом это видео монтировать Ваш компьютер просто может не потянуть 6К или 8К Если они доступны Также и кадры в секунду Обязательно узнайте, какие кадры в секунду Зачем нужны Я не рекомендую всегда снимать 60 кадров в секунду Потому что если вам не нужно замедлять это видео Лучше снимать в 30 кадров в секунду Таким образом, качество каждого отдельно взятого кадра При 30 кадров в секунду будет выше Особенно если вы снимаете что-то не особо динамичное 30 кадров в секунду будет лучше А мы едем дальше Выбираем, значит, здесь 30 кадров в секунду 4К Следующая целевая частота Если вы записываете 120 кадров в секунду Вы можете сразу замедлить этот файл до 24, допустим, или 30 То есть проигрываться он будет в 4 раза медленнее Таким образом здесь это можно настроить Дальше кодек У нас здесь есть два варианта в основном Либо H.264, AVC Либо HEVC HEVC лучше, потому что он умудряется запихнуть В тот же самый объем В 2 раза больше информации Но если у вас слабенький компьютер В принципе, как у меня То лучше писать всегда в AVC Иначе у вас вместо монтажа будет опять же слайд-шоу Но на ваше усмотрение Дальше профиль H.264 Все это игнорируйте Битрейт желательно делать в районе сотни Потому что сотня, на мой взгляд, золотая середина для смартфона Больше вы, скорее всего, не заметите Если вы поставите 200, 300, 400 Скорее всего, вы разницы не заметите На мой взгляд, 100 это золотая середина Режим битрейта и так дальше Глубина цвета Если у вас выбран кодек H.264 У вас не будет возможности выбрать 10-битную глубину цвета Поэтому, если вы разбираетесь в том, как 10-битный цвет монтировать Переключаете в H.265 И тогда у вас появится возможность выбрать 10-битную глубину цвета Но имейте в виду Ее потом нужно будет монтировать и правильно красить Если вы с этим плохо справитесь У вас получится плохое видео Поэтому, если вы не разбираетесь Лучше не выбирайте непонятные вам настройки Значит, i-кадры Что такое i-кадры? Если у вас очень мощный современный смартфон И он способен писать в очень высоком битрейте И вы хотите получить еще более высокое качество Выбирайте как можно больше i-кадров Каждый i-кадр это ключевой кадр Между ключевыми кадрами все остальные кадры математически рассчитываются как разница То есть максимальный объем данных получает i-кадр Все остальные просто математически по формуле рассчитываются как разница Поэтому чем больше i-кадров, тем больше у вас будет качества на каждый кадр Некоторые камеры профессиональные пишут вообще all-eye Что значит all-eye каждый кадр будет ключевым И это очень высокое качество, практически равносильное RAW-видео Идем дальше Фильтры D-блок пропускаем Режим постоянных кадров в секунду Это все тоже вы можете, наверное, сами разобраться Метаданные, все можно не трогать И идем в самый конец Адаптер DOF Если у вас, допустим, какая-то линза нацеплена Вам необходимо будет использовать RedPunk Аппаратный шумодав Если вы снимаете днем, лучше отключить шумодав Если вы снимаете в условиях низкой освещенности Чтобы потом не тратить время на постобработку Вы можете включить шумодав Но я рекомендую, лично я рекомендую Всегда выключать его и лучше на компьютере самому отшумодавить видео Которое вам нужно отшумодавить Но в некоторых смартфонах есть продвинутый шумодав В которых много кадровых И он как-то лучше шумодавит Чтобы вам не приходилось потом тратить время на посте То есть, если вы разбираетесь, можете записать С шумодавом, без шумодава сравнить И потом выбрать как для себя в каждых световых условиях Дальше коррекция горячих пикселей Ее я рекомендую включать Лучшая Дальше у нас идет аппаратная резкость Это тот самый фильтр шарпинга Или резкость, искусственная Я рекомендую его всегда держать выключенным Но если вы монтируете видео, которое дальше будет смотреться только на смартфонах Вы можете на это забить и оставить его включенным Коррекция виньетки Днем я рекомендую держать ее включенной Потому что днем оно дает вам более ровную картинку Но на многих смартфонах при наступлении вечера На высоких ISO этот пункт включает шумы И у вас будет шумная картинка по периферии Поэтому если вы снимаете с низким уровнем освещения Коррекции виньетки лучше отключить Дальше идем еще ниже У нас остается три пункта Стабилизация Она может работать, может не работать Также у нас есть устранение полос Если у вас мерцание, допустим, лампочки 50 герцовые Вы здесь можете этот пункт настроить И также HDR Если ваш смартфон поддерживает Он может этот пункт скушать И у вас все будет работать На некоторых смартфонах пункт есть, но не работает Поэтому опять же писать нужно производителю А не Саше в PlayMarket гневные отзывы По поводу стабилизации Опять же, бывает такое, что она работает Бывает, что не работает, нужно проверять на каждом отдельно взятом аппарате Вот мы настроили видео и в принципе готовы снимать Если вы хотите снимать как есть Вас устраивает цвет, который выдает камера вашего смартфона Вы можете продолжать снимать Я рекомендую всегда снимать в гибридной логарифмической гамме Нажимаем на вот этот вот пункт И здесь выбираем Здесь вместо авто HLG Этот профиль потом легко красить С ним потом легко работать Но если вы не в курсе, как это все красится Можете снимать по умолчанию Он вам там сразу покажет REC 709 Но опять же, если у вас выбран HEVC И вы снимаете 10-битный цвет Вам необходимо выбрать какую-нибудь гибридную лог-гамму По умолчанию на многих китайских смартфонах Это будет PQ Что с ней делать? Сами решайте Поэтому я рекомендую снимать HLG Также здесь есть вот эта вот кнопочка справа Она работает через GPU Если вы хотите снимать сразу покрашенное видео Вы можете снимать через GPU Но оно сразу ограничивает до 8-бит Имейте это в виду Возвращаемся сюда Смотрим, здесь есть возможность настраивать баланс белого Здесь есть возможность выбирать цветовой гаммут, профиль И еще есть возможность вот это вот все по рукам настраивать В принципе, с этим именно багажом знаний Вы можете приступать к видеосъемке И штамповать свои шедевры Если вас не устраивает камера вашего текущего смартфона Не торопитесь обновляться В первую очередь, вкладывать деньги нужно вот в это И вот в это С прямыми руками вы сможете получить хорошую картинку На любую технику Марк Кривошейн, снимая ролики на Redmi за 150 долларов Попадает на кинофестивали Посмотрите клип Лед погибели навстречу И вы все поймете А вместо того, чтобы покупать айфон за 1500 долларов Лучше купите себе света, микрофона и прочего навеса на эти деньги Увидимся в следующем ролике Пока